...которые верят в поэзию, верят в природу, слышат тонкие тела, также верят в науку, но не всё, конечно же, вам. И в то же время не верят в Бога или являются агностиками. Нам сейчас повеситься, сразу закопаться в землю и покинуть вашу отцу. Нет, не надо, не надо закапываться. Потому что у вас прекрасный развитый разум. Вы аналитического склада человека. Вы говорите про веру сейчас. Ваша психика, природа внутренняя основывается на фундаментальном восприятии мира. И я вижу ваше сознание, очень хорошо вижу, чувствую. И вы развиваетесь очень хорошо. Вы развиваетесь на основе глубокого представления о мире, глубокого восприятия. У вас есть фундаментальные взгляды какие-то. Вы очень глубоко и серьёзно развиваетесь. И для вас вера в Бога означает чёткие, ясные, логичные, глубокие обоснования, доказательства. То есть вы нормально развиваетесь. И ваше восклицание сейчас, вот это ваше такое причитание, оно не ко мне вообще направлено. Оно направлено к Господу, который находится в вашем сердце и который вы хотите так ясно видеть, как мне даже не снилось. Вот такое у вас сильное фундаментальное желание развиваться. Понимаете, у вас очень чёткая и ясная работа психика. И вы к нему обращаетесь. Вы говорите, покажи мне себя. То есть вам надо увидеть. Но в Ведах написано, что Бога, чтобы увидеть, надо быть достойным. И ему всё равно, хотим этого или не хотим. Потому что видение Бога является высшим благословением человеческого существования. Чувствовать его и видеть. Есть разные подходы. Вот, допустим, я не такой притязательный по отношению к истине человек, как вы. И я довольствуюсь малым. Вот, допустим, один пример простой. Он для вас может показаться очень глупым. Я разок после обеда, как обычно, стою на левом боку. И размышляю об абсолютной истине, пока не погружаюсь в глубины своего сознания. Чтобы не погружаться слишком долго, я просил своего помощника. Говорит, ты можешь меня через 25 минут разбудить? Ну, тогда Максим со мной ездит. Сейчас Игорек ездит. И он сказал, конечно, могу. И потом я слышу, Максим говорит, Олег Геннадьевич, вставай. Вставайте, уже время. Я встал, 25 минут прошло. Я не услышал людей. Ну, вот, спасибо. Подошел Максим, говорю, спасибо тебе, пожалуйста. Спасибо большое, что разбудил. Он говорит, я забыл. Я сразу сел на кровать. Я понял, кто меня разбудил. Я начал смотреть прямо в сердце. И так как это эффект, буквально 2-3 минуты человек помнит сон. Да, я начал вспоминать. Я услышал голос. Знаете? Олег Геннадьевич такой. Максим даже близко так не может говорить. Такой уважительный. Такой смиренный. Такой светлый, чистый. Я думаю, ну вот это ничего себе. Какой удивительный Господь. Потому что кто еще мог разбудить? Мои хорошие внутренние часы. Откуда они взялись-то у вас, эти внутренние часы? Тонкие тела, в которые мы тоже верим. Так это и есть Бог. Он даже в ведах говорит, что я есть память, есть забвение. Он даже говорит, я буду бужу вас по утрам. Кого он говорит в Священном Писании? Может, вам все-таки придется дать объяснение вашего божественного, как вас спросили? Что подразумеваете ли вас слово Бога? Откуда я знаю, что с вами было? Не знаете? А я знаю. Вот отсюда. И он четко мне дает это знание. Я оттуда знаю. Вы все знаете? Не все, а что-то, много чего. Например, я знаю, что в прошлой жизни вы были серьезным ученым. И постигали этот мир очень серьезно. И в момент смерти вы почувствовали определенное просветление, получили истину определенную. И с этим ощущением истины вы родились. И вы эту истину всю жизнь ищите, сам во детстве. И это знание, то, что я вам сейчас сказал, мне дал из сердца Бог. Потому что сам я это не могу узнать. У меня нет таких возможностей. Господь нас ведет в жизни. Он нам дает знание, они учат. Но мы не понимаем это. То есть это наша интуиция? Это не наша. У нас нет ничего нашего здесь. Это его интуиция. Когда мы кричим, «Я не могу так жить». Два с половиной года назад у вас был вопль в сердце, что вы уже все, больше не можете. И у вас никого вокруг не было, понимаете, когда вы это делали. И вы это кричали ему. Потому что человек не может кричать в пустоту какую-то. Он всегда с кем-то общается. Просто он привык настолько к присутствию Бога внутри, что он не воспринимает это как истину какую. То есть мы прочитаем ему. Мы обращаемся к нему. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube. Поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми. Потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Вот девушка, допустим, недавно сильно обиделась. И она ему об этом говорила. Она уже немножко успокоилась, но несколько дней назад очень сильно обиды было. Она ему это говорила. Потому что больше никого вокруг не было. Все, вы, вы. Вспомните. Обычно одни люди не вспоминают потом. Давай, Олег Геннадь, все правильно вспомнила. Олег Геннадьевич. Пять дней назад. А как он все успевает? У нас вот 8 я, как это на земле. Все же смеялись на ваш вопрос. Вспомнила? Я всегда пишу стихи. Каждый день. Есть 4 июля. Плачь. Обида. Прости, кого-то счастье. Несчастье. Вход в 7 лет. Я говорю, несчастье. Хотя она вспомнила все-таки. А я откуда это знаю? А мне Бог сказал. Теперь вопрос, откуда Бог как бы... Ну вот это очень трудно нам понять. Потому что Бог живет в сердце каждого. Не только человека, а также и всех насекомых, и растений. Ну то есть он ведет всех живых существ. Он имеет такую способность взаимодействовать сразу со всеми. У него другой вид сознания. Не такое, как у нас сознание. У нас тоже есть много чего мы можем. Мы даже не знаем всех своих способностей. Знаете, что человек может раздваиваться? Это тоже от Бога. Все от Бога. Знаете, сейчас я отвечу. Человек может раздваиваться, знаете? Раздваиваться, да. Вот в 2-2 местах один тот же человек может находиться одновременно. Или даже в 3-х. До 8-ми. А Бог может больше. Понимаете, это описано в бедах, что такие способности и свет способности у человека. Человек может стать меньше-меньше, больше-больше. Может летать по воздуху. Серафим Саровский ходил по воздуху. Много святых христианских я знаю, летописи, которые висели в воздухе, молились или ходили по воздуху. Иисус Христос ходил по воде. Ползает. Вот, ходим как можем. Ну то есть у человека есть много способностей. Но мы все под себе равняем. Мы по себе оцениваем. Как действия в ведах тоже. Вот это ваш вопрос, знаете, как ответ на них в ведах. Одна лягушка, она жила возле океана. И попала в колодец. И в колодце у ней родились лягушаты. И они спросили, скажи, слушай, расскажи нам, ну, какой океан? И она говорит, океан это как много-много колодцев вместе взятых, вот и вместе получается океан. Они говорят, непонятно. И она начала раздуваться, чтобы показать, какой большой океан. И она лопнула. Я боюсь, что у меня то же самое. Я не смогу вам объяснить. Потому что у нас нет таких способностей. Это надо только показать. Есть Бхагавадгита. И в ней, когда Господь Арджуне давал знания, Арджуна, когда понял, что он Господь сам, он его спросил, а ты можешь показать свое величие? Он говорит, тут no problem. И он раз и показал свое величие, то есть свои формы различные. И Арджуна, он так, им плохо стало, так тяжело от этого увиденного, что он сказал, слушай, давай заканчивай, я больше не могу. И он закончил. Дама говорила насчет атеистов. А атеисты здесь, получается, некий диссонанс. Атеисты не понимают, что они живут по законам этики, по законам совести. А это, если шлем Бога. То есть, они утверждают, что они атеисты, но они живут по совести. Да. То есть, они не понимают, что у них диссонанс? Что они не... Это определенный тип мышления. То есть, есть люди, которым нужно четкое, ясное подтверждение всего. Они не могут слушать такую химию, которую несу я. Понимаете? То есть, у нас ясное, четкое подтверждение всего. У них так устроена психика. Покажите мне Бога. Покажите, да, конкретно, где законы, вот как это работает, все. Четкое подтверждение. Ну, так мышление работает просто, и все. Но они не ощущают, что они, собственно говоря, верующие люди. Они ощущают только, понимаете, каждый конденсатор имеет свой заряд. Вот, допустим, я уже объяснил девушке, жалко, что она вышла, вот, что я конденсатор слабого заряда. Мне чуть-чуть достаточно, чтобы поверить. А она конденсатор сильного заряда. Ей нужно реально Бога увидеть или там... И к этому она придет. То есть, придет время, она увидит Бога. Она почувствует Его. Потому что каждый должен за свое видение и за свое восприятие платить свою цену. Но когда она, допустим, увидит Бога, и как я его вижу, это будет большая разница. То есть, у нее настолько фундаментально работает восприятие, что она, когда ее увидит, то никто уже ее сбить с толку не может, не сможет. То есть, у нее более фундаментальная такая твердая позиция жизненная. И надо все четко и ясно доказать. Видите, это у матери Терезы такое же восприятие было. Она очень сильно страдала. У нее в сердце было знание, что ей надо вот этим заниматься. Но орден, в котором она находилась, запрещал эту деятельность, как божественную. И ей Бог сам сказал об этом. Бог сказал ей, что ей надо... Она услышала голос Бога. Тогда она уже точно утвердилась в этой деятельности по спасению детей, больных, которых на улицах она поднимала. А как балансировать духовное и магию? Как сделать так, чтобы развиваться, как бы тебе хотелось, но тем не менее, тем не менее, не терять интерес к материальному. Как раз ваш вопрос, он по теме сегодняшней лекции. Тема сегодняшней лекции «Судьба и чувство собственного достоинства». Как стать гармоничной личностью? Так, начнем лекцию, да? Какие-то такие бесконечные. А у меня есть ограничения по времени. Мы уже с вами полтора часа говорим не по теме. Вас всех устраивает это или кого-то не устраивает? Атеисты и люди ограничены. А? Атеисты и люди ограничены. У них определенный тип мышления, который... Это, ну, как бы, знаете, есть вид ведок, тоже же есть ученые, но у них было больше возможностей, понимаете? Потому что, допустим, ведические ученые могли встретить таких людей, которые им все показывали. Вот они, допустим, могут показать, как сгущаются тучи над небем и как начинает идти дождь в результате влияния мантр. И тогда можно поверить в эти мантр. Или, допустим, они показывали, как стрела там, которые выпускают, превращаются во множество стрел. То есть это все было доступно в том мире. И сейчас я приехал, и там вас удивило, допустим, что я узнал, что девушка думала об обиде. Она не обижалась, оказывается, она думала об обиде. И написала об обиде стихи как раз в это время. Вот. Она просто не поняла, о чем я говорю сначала, а потом вспомнила. А мне Господь это показывает. И это тоже является чудом. Он мне про многих людей много чего показывает. И вам интересно, вы приходите, посмотрите, послушайте. Вот. Но таких чудес, как в древние времена, конечно, я вам показать не могу. Как это анекдот, да? Йог висит на ветке. Читает книгу. И это мальчик подходит, говорит, дядя Йога, правда, что йоги, ну, все могут? И он говорит, брешут люди. Тогда все становится понятным, когда ты видишь своими глазами. Но это нужна особая милость человеку получить, особый дар для того, чтобы увидеть прямо своими глазами. Это непросто. И с разными людьми, вот мы, когда у нас был ретрит вчера, мы повторяли имена Бога под музыку, духовный хором. Вот это, вы помните, да, мероприятие? Такое было серьезное мероприятие, такое погружение. Вы нас не позвали, почему? А? Почему-то нас не позвали. Ну, в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе это было. А он приехал с Лос-Анджелеса. Он со мной там бегал, в море купался. Мы вас позовем. В среду можно со мной побегать, будет в море покупаться. И после этого ретрита ко мне подошел один молодой человек, который вообще меня не знает. Но это было на улице. Он подошел ко мне и спросил меня, зачем я родился на этот свет? Какова цель моей жизни? Интересно. Я не знаю от меня, первый раз видит, и он подошел ко мне и начал спрашивать меня. Почему он ко мне подошел? Почему там много нас стоял, человек 15, наверное. Но они все смотрели на меня, поэтому он ко мне подошел. Можно так лежать. Там были взрослые, такие образованные. У вас здесь такая необычная аудитория. У вас очень образованные люди, ищущие такие. Серьезные. Приятно очень читать лекцию в такой аудитории. Я удивился, я посмотрел на него и увидел, что в прошлой жизни он с этой мыслью ушел из жизни. И когда он родился, он сам в рождении хочет знать, зачем он живет. Он просто горит этой мыслью. Я ему сначала об этом рассказал, как это получилось, что он всю жизнь вот так вот. Потом как бы объяснил ему, что любовь является высшей целью человеческой жизни. Ну и это даже кони понятно. То есть даже кони все стремятся к любви. Ну то есть мы все постоянно хотим любви. Просто представления разные у всех. И постепенно человек достигает высшего представления о любви. Это называется святость. Когда человек отрицает уже такую примитивную любовь, в которой много споров, раздоров, предательства. Ну как бы сначала любовь к святым, потом любовь к Богу. Привлекать начинает человека в процессе исследования. Если он не отказывается от любви, когда он потерпел поражение, он идет выше. Пытается более высшее чувство, высокое чувство постигнуть. И это является высшей целью человеческой жизни, не счет в банке там и так далее. Потому что все, что мы здесь достигли, мы теряем со смертью. А это чувство не теряется. Вот этот вот молодой человек, он с чем ушел из жизни, с тем и пришел. И поэтому это все время с ним. Как же человек в момент смерти остается с тем, что он почувствовал в момент смерти? Допустим, вот девушка на втором ряду был сильный испуг, сильное желание преодолеть, выжить в момент смерти. И поэтому вы родились, у вас два основных мотива жизни, внутренней силы. Одна сила — это борьба за существование. Вы очень сильно настроены на саморазвитие. И вторая — страх. У вас есть страх, опасения какие-то внутри. Это с прошлой жизни все идет. И у каждого человека такие моменты свои. Вот этот тонус, с которым человек уходит из жизни, он у всех свой. У каждого человека это является внутренним мотивом жизни, существования. Но если человек за своей жизнью главной идеей почувствовал — любовь, то это самое высшее рождение. Он уже не рождается на земле. Он идет выше. Потому что обычные эмоции приводят к земному существованию человека. А есть еще чистые, светлые эмоции, возвышенные эмоции. Они ведут уже к райской жизни. А есть еще, когда человек испытал преданность Богу и доказал ему, что он это. Тогда он идет вообще в духовную реальность. Он сдал все свои экзамены. Мы же хотим чистых отношений, правда ведь? Чистой дружбы хотим, ищем друга себе хорошего. Хотим чистой любви. Мы все мечтали с детства о чистой любви. Мы хотим честных отношений в этом мире, чтобы нас не обманывали, любили. Мы это искренне хотим все. У нас в сердце это живет все. И это и есть цель человеческой жизни. А у каждого ребенка с детства уже это все есть. Мы же это ждем. Мы ищем это все. Просто наши представления о жизни, они такие развитые. И мы, соответственно, своими представлениями, это все ищем. Когда представления развиваются, выше поиски идут. Хочу дополнить ответ на ваш вопрос. Наверное, вы говорите про руны, да? Нет, я говорил. Просто в рунах есть изустная передача, но она основана на звуках. Ты говорил про традицию, в которой нет письменности вообще. Да, такое может быть. Например, я вспомнил, есть такое руны. Понятие руны — это не совсем письменность. Это определенные звуковые вибрации, которые там обозначают звуками, определенными символами. Но именно на основе этих звуков вибраций создаются слова. И поэтому люди, которые это изучают, они древний смысл слов очень сильно погружаются в них. И все слова как бы с древней позиции оценили. Такое есть, конечно. Есть разные научные подходы в этом плане. Ладно, давайте я тогда... Ну, мы же тему определенную выбрали для беседы. Она очень интересная. Может, начнем? Да. У человека, в ведах, говорится, что у человека есть три структуры психического тела. Одна структура называется «манас» на санскрите, или «тонкое тело ума», или просто психический остров, в котором мы живем. Вот мы думаем в нем, наше настроение в нем находится, в нем находится судьба, в нем находятся психические каналы, и психические слои, которые отвечают за наше здоровье. Все это ум. Даже слово русское «ум», оно тоже как бы есть. Такое слово «есть». И это очень такая глубокая, серьезная структура, которая является основой нашей жизни. Когда человек, когда тело наше упадет безжизненно на землю, то психическое тело вместе с душой, а душа имеет духовное тело еще, психическое тело по образу и подобию духовного тела создано. Психическое тело вместе с душой выходит из грубого тела, остается живым. Через некоторое время человек даже себя осознает. Я даже видел, как это происходит. На мой день рождения один раз я зашел в святом месте в одном к своему другу, который болел очень тяжелым. Ну, он был рак четвертой степени, он весь исхудал. И как скелет оттянутый кожей был. И пришел его навестить. И он говорит, мне что-то жарко становится. Я говорю, откройте окна. Откройте окна. И он так вот посмотрел на меня и раз. В этот момент остановилось его сердце. Вот я начал молиться и наблюдать за тем, как дальше происходят события. А дальше его психическое тело, которое я сейчас вам говорю, оно начало сворачиваться в точку, в центр груди, где находится душа. Оно туда свернулось, потом сдвинулось с места, начало двигаться. Потом вышло из одиннадцать психических чакров. А это все не за одну секунду проходило, а минутами. То есть примерно минут пять сворачивание происходило. То есть это временно требовалось. Потом оно вышло из тела и развернулось в психическое тело назад. И потом он осознал себя после этого. Когда он осознал себя, он пытался два раза назад вернуться в свое тело. Он понял, что он снаружи находится, пытался два раза вернуться. Так как тело уже не живое было, то он не смог этого сделать. Потом он повис в замешательстве. И дальше собралось очень много людей, и мы начали молиться за него. И он начал очищаться, его существование начало. Потом он просиял и пошел вверх. Такой процесс был. Двадцать четыре часа он бесел под телом. И все становилось светлее и светлее от молитвы. И начал сиять потом. Пошел вверх. Но этот человек жил как монах всю жизнь. Поэтому Бог ему дал такой уход. В святом месте, в благоприятное время. Еще куча людей молилась за него. И я увидел, как психическое тело существует отдельно от грубого. Другой раз я это увидел тоже очень явно. Еще один случай был. Когда я в Иваново приехал читать лекции. Меня поселили в квартире. В которой было неприятное чувство такое. Я спросил, что здесь происходило, хозяев, до того, как мы сюда приехали. Они говорят, что несколько дней назад умерла бабушка здесь жила. Мы начали сдавать квартиру. Немножко прибрались. Ну и как бы я лег спать в эту ночь. И они мне показали бабушку. Фотографию, попросил фотографию. И показали бабушку. И потом я сплю. И в момент пробуждения, когда человек пробуждается, то он видит тонкие миры. Все люди видят. В момент пробуждения чувствуют. Я смотрю, она прямо шпарит мимо меня. То есть я сплю, она топает по своим делам там мимо психическом теле. Это неприятное чувство. Я начал вот так хлопать в ладоши. Она испугалась и убежала сквозь стенку. Это второй раз, когда я увидел. Но того я видел наяву, как бы в обычном сознании. Это было такое видение, ну такое неяркое. А здесь, когда вот в момент пробуждения, я видел очень ярко ее прямо психическое тело. И она причем даже одета была так же, как она одевалась обычно. То есть психическое тело даже одежду копирует. То есть она не голая была. Она была в одежде. Но в психическом теле. То есть психическое тело даже одежду копирует. Понимаете? вот то есть у нас есть психическое тело это первое что у нас есть мы в нем живем в нем находится желание в нем находится здоровье это психическое тело питается тремя вещами оно тоже псих питается вот допустим физическое тело питается нет физическое тело питается пищей Психическое тело тоже питается, оно питается солнцем, воздухом и водой Солнце дает психическому телу радость, энергию радости Эта энергия идет в физическое тело также Она в физическом теле отвечает за усвоение питательных веществ Энергия ветра отвечает за движение крови нервной системы А в психическом теле энергия ветра отвечает за энергию воли, решимости и способности преодолевать трудности Есть еще энергия воды в психическом теле Она отвечает за знание и спокойствие А в физическом теле энергия воды отвечает за обмен веществ это психическое тело она дышит природой если человек замыкается допустим дома допустим он не хочешь на улицу ходить ему сказали солнце вредно вода вредно ветер вредно он боится всех этих стихий то он начинает истощаться психически когда истощается энергия воды в организме человек становится чувствительным раздражительным ранимым не могут возникать непереносимости разные людей там веществ аллергии все это не хватка энергии воды и хватра энергии ветра или праны приводит к ослаблению воли человек становится слабым то есть он не может заставить себя встать с постели не может сконцентрироваться работоспособность снижается он чувствует что у него не хватает сил энергии ветра и воздух и энергия когда не хватает энергии солнца то человек становится пессимистом у него плохое настроение он видит недостатки в людях как бы нет радости в жизни не хватает энергии солнца причем человек может видеть солнце при этом но не получать его энергию потому что все в этом мире происходит через веру вот допустим если собачку сильно обидели ее допустим столкнули кирпичом по голове она лежит и один вариант она как бы верит в жизни когда она выживет а второй вариант она не верит в жизнь и это значит что она не будет реагировать на людей не будет хотеть на природу она разочаруется во всем и помрет точно также человек если человек отшибается от этого мира то есть он так сильно его обидели что он уже не хочет жить то первое что теряется контакт солнцем теряется контакт с воздухом и с водой или что-то чем-то одним тогда начинаются серьезные процессы начиная с химических веществ и заканчивая судьбой человек и одна из целей моих лекций заключается в том чтобы вас немножко оживить чтобы вы поняли что надо любить солнце она реально лечит вот у человека есть пять психических слоев я сегодня стоял примерно в 12 часов дня в воде бассейне и настроился на солнце вот ваше здесь и она 25 минут примерно отчаять один психический слой здесь я 50 минут в воде стоял и прочистил два психических слоя солнцем и 5 все водой там где-то 26 градусов вода была такая скорость чистки вот а когда мы были в лос-анджелесе в бане там 15 человек пришлось лекции со мной там было 7 градусов вода купить такая мы все в нее залезли и за 10 минут прочистили все психическое тело полностью 2 мин 2 минуты слой чистить такая скорость быстро а там уча стояли в этой воде чтобы прочистать свои эти чем холоднее тем быстрее чистка идет вам понравилось сегодня он тоже залез это тоже в том числе то есть есть разные способы стрелять вот женщина которая здесь сидела это называется восприятие с позиции науки современной или с позиции грубого тела то есть солнце генерирует витамин d с позиции грубого тела а с позиции да это можно с позиции грубого тела все объяснить да а есть и психическое тело в которой есть энергия радости раз означает солнце дарость означает дарить или красно девицы что значит красавица Красное означает Солнце. Женщина наполняет Солнцем, становится красивой. Красной девице. У них глаза горят. Это солнечная энергия. Красота у женщин. Солнечная энергия. Есть женщины, которые сильно наполняются Солнцем, а есть, которые слабые. Поэтому разная степень красоты. Чем больше любишь Солнце, тем красивее становится. Практичное знание. Практичное, Олег Геннадьевич, отлично. Супер, изучайте. Крем для заграда. Да, можно помазать. Есть группа энергии Солнца, а есть тонкая. Вот, допустим, когда в Лос-Анджелес приехал, я Солнце впитывал своим сознанием. Я просто чувствовал чистота, такая классность Солнца. Но кожа подгорела чуть-чуть. Это внешняя энергия Солнца. Есть солнечные лучи, грубая энергия Солнца. А есть тедрис. Тедрис — это ведическое слово. Это тонкая энергия Солнца. И вот радость, когда человек радуется, это тонкая энергия Солнца. А грубая энергия Солнца — это то, что мы видим, и то, что сжигает кожу. И вот именно тонкая энергия Солнца даёт красоту. Причём то, что я говорю вам, не думайте, что это только я придумал. Вот если это не только я придумал, то это тогда есть подтверждение этому всему в народном творчестве. Правда? Ну, допустим, про Солнце. Песню сейчас послушаю. Просто русская песня обычная. Вы её многие знаете. Но вы её не слушали с этой точки зрения, с стороны Солнца и красоты. Что красота — это энергия Солнца. Продолжение следует...